МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Только пенсионерка боится, что однажды на нее рухнет собственный дом. Память на продажу? В Воронеже задержали торговца наградами времен Великой Отечественной войны. Здравствуйте! Это новости на РНТВ Воронеже. Мы в прямом эфире. Этот эфир для вас проведу я, Тамара Чернова. Два месяца потребовалось наркополицейским, чтобы перекрыть один из крупнейших каналов поставки афганского героина. В итоге Воронеже задержали двух иностранных граждан, которые хранили на съемной квартире 4 килограмма наркотиков. В столицу Черноземья мужчины прибыли в конце февраля. Сразу сняли две квартиры в Центральном или Выбережном районах. В одной жили, а другую использовали исключительно для хранения героина. Там их и задержали. Руководство группы осуществляло 35-летних гражданин Таджикистана, под контролем которого трудился 30-летний гражданин Узбекистана. В обязанности мужчины входило разбавлять героин различными примесями, а затем фуссовать партиями по 5 граммов. Продавали все с помощью тайников и закладок. Теперь мужчинам грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Елена Тимонова, Алексей Савинков, РЕН-ТВ, Воронеж. Слишком близко к сердцу принял неожиданную потерю один из воронежских автовладельцев. Накануне в микрорайоне Сомова, где он живет, загорелся гараж с машиной внутри. Мужчина, как рассказывают, пытался спасти имущество. Но закончилось все еще более печально, чем могло быть. Гараж на улице Знаменской загорелся около двух часов ночи. Дома тогда был 58-летний хозяин. Пытаясь спасти свою ладу Ларгус, мужчина, как говорят соседи, начал сам бороться с огнем. Но в какой-то момент вдруг упал замертво. Человека безуспешно пытались привести в чувство. А приехавшие по вызову медики диагностировали у него обширный инфаркт. Сердце не выдержало, наверное. Человек переживал за свое имущество. И все. Машину еще ночью спасатели вытолкали из полыхающего помещения. Новый автомобиль, купленный, по словам соседей, не больше года назад сильно пострадал от огня. Капот вывернут наружу. У лады взорвался двигатель. Но местные жители считают, что этой ночью здесь могла сгореть целая улица. В полночь на всей Знаменской отключили свет. Приехала ремонтная бригада. Электричество мастера восстановили. Но люди сразу почуяли что-то неладное. Свет погас, а потом чего не сделали такое, что такой свет мощный стал. Все как загудел. Там вообще прям сам счетчик не выключается. И вот счетчик гудел как ненормальный. Владимир успел выключить из розеток всю бытовую технику. Несмотря на позднее время, мужчина не спал. А вот у некоторых соседей от перепада напряжения сгорели подключенные к сети компьютеры и холодильники. После пожара на улице опять отключили свет. Около 15 домов утром еще оставались без электричества. Ольга Зобова, Андрей Куцев, РЕН-ТВ, Воронеж. Орляцкие сборы прошли в Ленинском районе. Районный этап городской военной игры «Орленок» собрал десятки школьников. Как водится в таких случаях, испытания для них приготовились самые разные. Затем, как справлялись ребята, наблюдал Владимир Спихнов. Торжественное построение занимает считанные минуты. Около 130 школьников Ленинского района, стараясь чеканить шаг, маршируют по плацу и расходятся по разным видам состязаний. Одной из первых страниц истории – это тест, в котором ребятам нужно ответить на вопросы о Великой Отечественной войне. К какому городу не присвоено звание города-героя? Воронежу. Несложные на самом деле здесь вопросы. Вот следующий, например, вопрос коду названия плана германского командования по захвату Советского Союза. Ну, это, естественно, Барбаросса будет, как бы об этом тоже. На самом деле, вопрос здесь все несложный. Ребята, в принципе, отвечают правильно. Пока одни отвечают на вопросы, другие демонстрируют свою строевую подготовку. Круп, гон! Аллея, боб! Круп, гон! Судьи оценивают исполнение и командных маневров, и индивидуальных. Без ошибок с заданием справиться получилось далеко не у всех. Не идеально, конечно, но надеюсь, что более-менее достойно. Это упражнение, основное упражнение стрелого смотра. Проверяют и умение оказывать первую помощь. Полевым медсестрам необходимо наложить шину на ногу пострадавшего. Задачу усложняют тем, что эвакуировать условного пациента надо в противогазах. Кстати, отдельно школьники сдавали норматив и по обращению с этим средством защиты. Всемиром уложиться в 12 секунд задача не из легких. Некоторые команды справились и за 7,5, а иным и 20 было мало. Все зависит от того, как готовит преподаватель эту команду. Если он готовит ее хорошо, то они выполняют очень четко все нормативы. Не сразу сориентировались школьники и при выполнении команды вспышка. Спереди, слева, справа. Каждый раз судьи меняют направление условного ядерного взрыва. Здесь в 4-секундный норматив большинство из ребят уложилось. Намного сложнее пришлось тем, кто должен был как можно скорее облачиться в полный комплект химзащиты. Кирилл, по его словам, смог потренироваться всего за два дня перед соревнованиями. Получилось не все. Перчатки запутались. Пуговицы сложно просовывать. Застревают. Итоги военной игры «Орленок» в Ленинском районе подведут после того, как закончатся все этапы соревнования. Но ребята уже сейчас говорят, независимо от результатов, эта подготовка пошла им только на пользу. Владимир Смехнов, Вадим Кузин, РНТВ, Воронеж. Наш эфир продолжается. Спасибо, что смотрите нас далее в программе. Медицинский прорыв. Воронежские врачи впервые провели сложнейшую операцию на плечевом суставе. Не жизнь, а сплошные проблемы. Воронежская пенсионерка боится, что однажды на нее рухнет собственный дом. Пост сдал, пост принял. Воронежские школьники показали свою готовность к несению почетного караула. Уникальную для воронежских травматологов операцию провели в Дорожной клинической больнице. Впервые в Черноземье делали реконструкцию сложнейшего плечевого сустава. Это, как говорят врачи, последнее слово в артероскопической хирургии. К слову, нововведение подоспело как нельзя кстати. В этом году опыту воронежских медиков в артероскопической области исполняется 20 лет. На операционном столе мужчина 57 лет. Диагноз травм обращательной маншеты плеча. С важнейшим механизмом. Без него рука просто не способна нормально двигаться. Операция должна быть проведена с ювелирной точностью. Мастер-класс по реконструкции сустава ведет московский травматолог. Но уже на следующий день все в точности смогут повторить и воронежские медики. При острых повреждениях ее уже проводим в течение года. А это ситуация, когда запущенная. То есть повреждения уже почти год. И поэтому здесь есть свои нюансы для проведения, при проведении этой операции. Вообще уникальность артероскопических операций заключается в минимальном травмировании внутренних и внешних тканей. Да и восстановительный период намного меньше. Сейчас, по словам воронежских врачей, практически все операции на плечевых и коленных суставах отработаны на высоком уровне. Правда, для этого пришлось пройти немалый путь длиной в 20 лет. Была проведена первая артероскопическая операция на коленном суставе, именно в нашей клинике и впервые в Черноземье. Потом работа шла хорошо. Сейчас сделано 7500 операций за это время. Сейчас мы оперируем 870 человек в год. Перенять опыт в артероскопической хирургии смогли, к слову, не только воронежские врачи. На конференцию съехали с травматологи из Белгорода, Липецка, Курска. Но воронежцы первыми получат доступ к такой медицинской помощи. Совсем скоро операции по восстановлению вращательной манжеты плеча обещают поставить на поток. Марина Соловьева, Алексей Савенков, РЕН-ТВ, Воронеж. Воронежские художники нарисовали победу во всех ее проявлениях. В выставочном зале Союза художников открылась экспозиция, которую так и назвали «Победа». Авторы со всей области представили свой взгляд на страшную трагедию и одновременно великий подвиг тех лет. Сцены фронтовых сражений, тяжелые жизни в тылу, радость и грусть военных лет. Некоторые из этих картин написаны специально для выставки в честь победы. А кто-то из авторов, к примеру, как Александр Костюк, вообще давно и глубоко проникся этой темой. У меня еще с институтских времен какие-то были наработки. Я там делал какие-то композиции по поводу блокадного Ленинграда. Вот эта картина, которую я писал два года, я ее не считаю еще завершенной, потому что слишком серьезная тема. На самом деле, для меня это не стрелялки. Война – это предел человеческой стойкости. А вот другие творцы на начало 40-х смотрят под другим углом. К примеру, Виктор Донской в своих картинах изображает светлые и радостные мгновения тех лет. Хоть она и война была тяжелая, хоть она там и в окопах сидели, и танки грязные ходили, но были моменты в этой войне, героические какие-то моменты, люди радовались чему-то. А сейчас, тем более, война кончилась. А раз война закончилась, весь народ празднует. И я показал вот после военной времени. Тему этой победной выставки поддерживают не только собирательные образы и характеры, но и реальные герои, люди, с которыми автором довелось общаться. Это, слава Богу, участник войны Валентин Федорович Кукуев жив. Начал его писать где-то два года назад, ну а потом отложил портрет. Вот недавно завершил эту работу, почти фактически завершил. Ну это, скажем, дань моего уважения к Валентину Федоровичу как участнику войны и как к моему учителю. Больше сотни художников Воронежа и области сделали свой вклад в эту экспозицию. Многообразие видений, жанров и художественных техник создало в итоге одно грандиозное произведение под названием «Победа». Я считаю, что художникам удалось передать ужас войны и радость победы. Молодежь должна с этим сталкиваться, должна как-то это понимать. И подобные выставки колоссально влияют на сознание молодежи. Я считаю, что художникам удалось передать ужас войны и радость победы. Есть очень светлые, есть очень интересные по композиции бытовые. Когда на одной из картин офицер на фоне трюмо снял свой китель и просто бреется. Казалось бы, что такое, но в минуты затишки, ведь настоящие офицеры, военные косточки, всегда держали себя в порядке. Окунуться в атмосферу военных лет, понять, что помогло нашему народу преодолеть все невзгоды, воронежцы смогут и после празднования юбилея. Выставка победы в Зале Союза Художников на Кирово будет открыта до 18-го числа. Марина Славьева, Андрей Цыганков, РЕН-ТВ, Воронеж. В безвыходной ситуации оказалась воронежская пенсионерка, проживающая в одном из частных домов на улице Сочинской. Ее жилище, построенное в 45-м, вскоре после Дня Победы, уже настолько обветшало, что строители не берутся за ремонт. А поскольку это частное домовладение, то и на все жалобы в адрес властей женщина не получает никакой помощи. Это постройка «Ровесник Победы». Возведенный в 45-м, дом многое повидал на своем веку. Но теперь по всему видно, старость дает о себе знать. Здесь осыпаются стены, трескаются полы, из рам выпадают стекла. На ремонт у хозяйки нет денег, пенсия всего 9 тысяч рублей. Да и строители за работу не берутся, боятся, что дом и вовсе обрушится. Но какой может быть здесь капитальный ремонт? Когда сам по себе он ветхий, старушечку или старичка, пусть 70-80 лет. Как можно его капитально подремонтировать? Антонина Ивановна была бы рада избавиться от такой собственности, да продать ее без согласия соседей. А участок оформлен на три семьи не может. Пожилая женщина живет не одна. На помощь взрослых сыновей рассчитывать трудно. У обоих проблемы со здоровьем. И оба не работают. Писала чиновникам. И одно из писем, адресованное в мэрию, якобы даже передали в районную праву на предмет признания пенсионерки малоимущей. С тех пор прошло уже более полугода. Устав ждать, женщина все же уговорила строителей укрепить жилище. Но, как говорится, фокус не удался. У нас трубы пробиваются, текут. Вот. И начали ремонтировать трубы. Вот там с кухни мы начинали. У нас кухня была нормальная. Все. Вот. Все у нас потянуло. Завалилось. За помощью пенсионерка пробовала обращаться и к сердобольным людям. Однажды она уже была героем нашего сюжета. Но благотворителей для нее в Воронеже так и не нашлось. Сейчас, в преддверии Дня Победы, Антонина Ивановна вспоминает, как ее пятилетнюю девочку Красная Армия освобождала из плена. И вздыхает. В детстве была в немецком плену. А теперь Юрий Зорин, Андрей Цыганков, РЕН-ТВ, Воронеж. Воронеже задержали мужчину, торговавшего наградами времен Великой Отечественной. Покупателям он предлагал ордена, медали за отвагу, знаки почета. В запасе у торговца было больше 200 наград. Эксклюзивный товар 59-летний воронежец, ничуть не смущаясь, предлагал возле ДК машиностроителей. Медали, ордена, знаки отличия времен Великой Отечественной войны. Все подлинное. Но за чью-то память продавец спросил немного. Награды на продажу, по словам торговца, у него были самые разные. Чтобы заполучить клиента, обещал даже выполнить авторский заказ. Ну, можно по такому варианту, я могу найти. Я найду, позвоню. Решить вопрос мужчина не успел, потому что это была контрольная закупка. А покупатели – оперативники. В ходе обыска в домовладении подозреваемого было обнаружено и изъято полицейскими более 200 государственных наград СССР. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление личности ветерана Великой Отечественной войны, которым принадлежат данные государственные награды. Среди найденных наград – медали за отвагу, за боевые заслуги, ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степени, трудового красного знамени, знак почета. Пока неизвестно, как именно они попали к задержанному и сколько мужчина успел заработать на таком бизнесе. Все обстоятельства сейчас выясняются полицией. Марина Славьева, Андрей Цыганков, РНТВ, Воронеж. В посылке часы, а в часах наркотики. Наркоторговцы дошли уже до того, что отправляют товар прямо по почте – бандеролью. Так в Воронеже задержали 25-летнего парня, которому пришла весьма недешевая посылочка. Опасное вещество в очень крупном размере он получил из Москвы для дальнейшей продажи. Как отправители не старались, спрятать наркотики в часах не получилось. Здесь оказалось три пакета – 250 граммов высококонцентрированного вещества. И этого хватило бы, чтобы сделать тысячи смертельных доз спайсов и других курительных смесей. И, как оказалось, такая посылочка пришла не впервой. Как повеснил сам молодой человек, реагент он заказывал для дальнейшего изготовления курительных смесей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228 Прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, санкция которого предусматривает наказание от 15 лет вплоть до пожизненного лишения свободы. Сейчас устанавливают остальных участников этой преступной банды. А несколько дней назад задержали еще одного молодого человека с синтетикой. Тот прятал наркотики в музыкальных колонках. Елена Тимнова, Алексей Савинков, РЕН-ТВ, Воронеж. Больше 100 воронежских школьников продемонстрировали свои навыки военно-строевой подготовки. На Чижовском плацдарме прошел конкурс «Пост номер один». Участники во всей области старались доказать, что именно они лучше других готовы к торжественным маршам и к несению почетного караула. Четкость движения, хорошая выправка, а главное – командная сплоченность. Проявить все эти навыки старшеклассники из разных районов области собрались на площадке у Чижовского плацдарма. Некоторым ходить в стройм и соблюдать строгую дисциплину уже не привыкать. Для учащихся кадетской школы имени Суворова, к примеру, это вообще норма жизни. Да, у нас более серьезная подготовка, мы все-таки школа с таким уклоном, с военным. Но уже после вот этих прохождений сразу стало обидно и ясно, что тут более сильный халант, чем в отборченном туре. Судя по всему, ребятам придется как следует побороться за победу. Некоторые команды к состязаниям готовились больше полугода. Теперь показывают и умение маршировать, и знание военной истории, и даже способность спеть строевую. Ехал по дорожке, впереди отряда, синий глаз и парень гармонист. Девушки не отстают от парней. На соревнованиях есть даже чисто женская команда. Эти школьницы приехали из Среднего и Корца. На таких состязаниях впервые. Но на победу настроены решительно. Больше времени ходила на тестирование, мы готовили историю. А маршировка как-то сама получала и все. Соревнование пост номер один проводят в нашей области уже в третий раз. И по словам организаторов, количество участников растет. В этом году в отборочном туре состязались 33 команды. В финал вышли 10 лучших. Уже тяжело команды отсуживать, потому что уровень команд достаточно высок. По итогам состязания организаторы выберут трех призеров. Тех, кто в случае надобности без труда мог бы заступить в почетный караул на пост номер один. Марина Соловьева, Сергей Гладков, РНТВ, Воронеж. О прогнозе погоды узнаем прямо сейчас. Затем вас ждет передача «Календарь природы». А мне остается пожелать вам хорошего настроения и приятного начала рабочей недели. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok